дорогие мои друзья здравствуйте ну вот опять я вернулась свои родные места и мы с мамой направляемся я нахожусь здесь уже второй день но вчера мы погуляли немножечко я правда не занималась видео не занималась съемками просто потому что ну хочется немножечко отдохнуть после дороги вот и ну теперь вот я решила все-таки прийти на пруд он меня так и манит я никогда о нем не забываю он мне очень нравится вообще я люблю воду она на меня действует как-то обворожительно дорогие мои друзья и вот теперь мы направляемся на наш пруд нас уже тут ну правда не дворовые которые домашние собаки которые охраняют дом они нас уже облаяли здесь я на них не обижаюсь потому что мне нравятся эти звуки деревенские очень здорово дорогие мои друзья приближается пруд как известно наступила осень и когда я ехала на я выложила уже видео это когда я ехала то не могла оторваться от окна дорогие мои друзья потому что за окном природа благоухала осенью буйством красок осенних и это было просто чудесно это было красиво просто нереально красиво вообще конечно когда осень теплая и удивляет нас своими разноцветными красками то это просто класс это просто здорово есть возможность дорогие мои друзья хотела порадоваться и но я не знаю вам то конечно до фонаря но тем не менее в этих местах начали строительство дорог но правда как как ни странно вот там где более благоустроенные дома там все штуки сделали дороги нормальные ну во всяком случае еще продолжают делать и вот до частного сектора в районе частного сектора дорогие мои друзья все прекращается как будто здесь живут не люди я конечно против этого я считаю что надо сделать и здесь тоже дороги потому что в общем то здесь живут тоже люди вот такая дорогие мои друзья красота красотень но теперь мы потихонечку спустимся мама мам 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 а чё туда попадем туда посмотрите вот какая то какое то растение но это не растение это куст может быть это ирга я не знаю но очень красивые цвета у него сейчас мои дорогие друзья я маму обгоню она не любит сниматься и неприятно а вот здесь дорогие мои друзья вот в этом доме жила ольга маркова наша писательница уральская она училась нашей школе и была в числе первых учителей нет подождите она наверное не училась нашей школе она была в числе первых учителей здесь вообще я могу ошибаться надо конечно я неправильно делаю надо историю изучить выучить а потом уже что-то вещать на противоположном берегу конечно краски обалденные сейчас я я сейчас почему-то у меня не получается приблизить а может получилось просто экран мама чё-то у меня хрипит я уже начинаю переживать ой там гуси или утки утки кстати говоря у нас здесь еще и лебеди водятся опа ну вот видите как вот тут не очень хорошая тропа поэтому надо смотреть под ноги потому что можно очень хорошо здесь навернуться вот такие доски заготовили людей для себя а мы почему сюда то идем я не пойму так не надо ходить я туда не пойду там заросли а можно себе ноги переломать вот смотрите уже желтые листва но хочу сказать все-таки мы здесь мы находимся в европейской части но уже приближены к азии буквально в 30 километрах или 40 я точно уже не помню идет граница европы с азией поэтому в общем то у нас здесь более европейская природа на самом деле отличается вы не смейтесь на самом деле очень отличается под когда подъезжаешь к екатеринбургу чувствуется что природа там чуточку другая ну а южный урал там где челябин сказалось бы тоже недалеко вообще шикарная природа вот здесь мы с вами дорогие мои друзья уже побывали в прошлом году но это была весна датят как не радует пейзаж барбарис красиво как друзья мы продолжаем наш путь в обратную сторону посмотрите пейзаж а я еще хотела сказать что все-таки здесь у нас есть лебеди пара лебедей и у них уже был весной выводок дай бог чтобы их никто не трогал не обижал чтобы они здесь у нас ну как бы развелись расплодились было бы очень здорово и в этом году летом я просто уже из москвы наблюдала такую картину что выпустили рыбу в пруд много рыбы наверное карпов ну такое уже было и не раз выпускали карпов поэтому друзья мои мы все-таки решили спуститься здесь это берег улицы партизан еще называют партизанка мама аккуратно спуститься друзья мои вот такие здесь берегая ничего с этим не сделаешь потому что это уральские горы я уже не первый раз об этом говорю ну а вообще конечно вроде бы мама спускается для меня сложности какие-то трудности вот вот та лодка зелененькая на которой я сидела фотографировалась весной сейчас она затоплена очень жаль я хотела еще там посидеть к сожалению посидеть негде а посмотрите какая гладь водная друзья мои штиль красота ну все конечно идет природа сбрасывает свои листья трава скоро совсем вся пожелтеет еще дней десять и будет холодно если не будет бывает такое что октябрь бывает теплым это очень редко но бывает здесь в этих местах брешь где-то вдалеке собака а вообще тишина и благодать небо красивое лес зеленый лес почему зеленый потому что он не смешанный здесь в этом месте он сосново-еловый даже похоже еловый в основном и елки фонаде не растут дорогие мои друзья на противоположной стороне там уже смешанные леса там кусты ивника ну в общем красота нереальная и тишина конечно после москвы после большого шумного города немножко непривычно конечно дорогие мои друзья посмотрите дома какие красивые люди благоустраиваются делают все для себя чтобы было хорошо чтобы жить по-человечески потому что много лет ждали когда же можно жить не так как все так как пожелает того твоя именно душа потому что каждый человек это личность это индивидуальность мы не должны все быть под одну гребенку но какие-то правила естественно должны существовать для человека для этого для для этого для нас человечество написала библию а и Субтитры подогнал «Симон» Продолжение следует...